Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Всё о группе «Центр». Если у Вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, Вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в tramdeposobakagmail.com. Повторяю, наш адрес в tramdeposobakagmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». В этом выпуске подкаста принимает участие Сергей Горцев. Сергей знаком любителям группы «Центр» по его книге, которая называется «Глядя в центр. История группы Василия Шумова». Книга выдержала два издания. Сергей Горцев – меломан, давний поклонник, популяризатор и коллекционер творчества группы «Центр». Организатор десятков концертов известных российских рок-групп, включая группу «Центр» в Смоленске. Часть этих концертов в свое время была выпущена на кассетах и на компакт-дисках. Сергей Горцев лично знаком и сотрудничал со многими музыкантами «Центра» разных составов. Сергей, рад тебя видеть в подкасте «Трамвайное депо». Надеюсь, ты поделишься своими воспоминаниями, впечатлениями о группе «Центр». А давай тогда начнем беседу с того, как ты вообще узнал про «Центр», как ты познакомился с нашей группой. Привет тебе, Василий. Спасибо тебе за то, что дал возможность выступить у тебя в подкасте и вспомнить о том, что было 40-30 лет назад. Сразу могу предупредить, что, возможно, где-то что-то я подзабыл, может быть, какие-то неточности будут, поэтому ты смело корректируй меня. Ничего страшного, я думаю, когда разговор идет о событиях 30-40 летней давности, то, естественно, возможно, что-то подзабыть, но мы постараемся. Ну, если говорить о первых наших встречах, то, наверное, выделить надо сразу часть знакомства. Здесь произошла цепь случайностей, хотя многие говорят, что случайностей в мире нет, и я с этим согласен. Ну, первая случайность, якобы. Дай-ка я попробую угадать эту случайность. А не была ли это публикация Артема Троицкого в журнале «Юность», который назывался «Рок-разговор» в 83-м году? Я помню, что после этой публикации очень много людей вообще узнало про группу «Центр». Это был как бы центральный молодежный журнал, который издавался, по-моему, тиражом 3,5 миллиона экземпляров, который расходился по всему Советскому Союзу, попадал в библиотеки, книжные магазины, киоски. Мне даже ребята знакомые, которые служили в то время в армии, прислали письма, что даже в армии они прочитали эту публикацию, где упоминалась группа «Центр». Совершенно случайно в библиотеке наткнулся, читая журнал «Юность», на статью Артемия Троицкого, посвященную рок-группам. В частности, он очень расхваливал тебя, как новое имя в Москве. И до того статья была проникновенная, до того Артемий хорошо это все сделал, что я сразу сделал себе зарубку, что неплохо было бы в последствии послушать музыку, во-первых, «Центр», а во-вторых, встретиться с музыкантом. То есть я узнал о «Центре» не из песен, не из музыки, а впервые наткнувшись на статью в журнале. Следующая якобы случайность была то, что, будучи в командировке в Москве, а я жил и живу в Смоленске, буквально через пару месяцев я обнаружил афишу, которая развещала, что в ДК 1 ГПЗ пройдет концерт под таким названием, под названием «Джазовый абонемент», в которой будет выступать «Центр» и группа «Гулливер». И таким образом я купил билет, и вот так оказалось на концерте. Это было произошло в ноябре 83-го года. Зал большой был, где-то 1000-1200 человек. Был очень заполнен, причем такой интеллигентной публикой. И среди этой публики я заметил много музыкантов, журналистов. В частности, мне удалось даже перекинуться парой слов с Андреем Макаревичем, взять у него автограф. И первым в этом концерте выступил как раз «Центр» с тобой во главе. Но сказать, что это произвело мне сильное впечатление, это будет мягко говоря, потому что я был просто поражен, потому что такую музыку я никогда не слышал, хотя таким меломаном был уже продвинутым. Потом впоследствии это назвали «Московской новой волной», а тебя кое-кто окрестил отцом «Московской новой волны». Было все необычно, начиная с вашего имиджа, таких злохмаченных молодых людей в короткой стрижке, в черных костюмах, кончая музыки, которая тоже была очень необычной, тексты, песен. И меня еще поразило, что после каждой песни в тысячном зале хлопало человек 10-15, включая меня. То есть публика была ошарашена, она не могла даже оценить, что это такое. Она не была настроена против «Центра», но она просто такого не знала, не видела, и ее поразило. Это было мероприятие, если я не ошибаюсь, такое как бы регулярное, по абонементу, и на котором выступали различные музыкальные коллективы, но в основном, как я понял, джазовые. И туда собиралась такая высокоинтеллектуальная московская музыкальная тусовка, такой московский музыкальный бомонд. Мы туда приехали, естественно, пораньше, чтобы настроить аппаратуру, и когда нас увидела худрук этого ДК, она мне так сказала, «Вы смотрите тут у нас, у нас серьезная публика, у нас очень образованные гости, у нас очень взыскательная аудитория, у нас тут даже не прошел ансамбль «Автограф», и ансамбль «Автограф», она произнесла с таким как бы эмоциональным посылом, что это звучало как «У нас не прошла группа Pink Floyd», вот насколько у нас взыскательная публика». Ну, в принципе, вот такое отношение к тебе, большинства меломанов, оно до сих пор. То есть большинство не может понять, оценить, и, мне кажется, незаслуженно, ну, что делать, наверное, это такой путь творца. После этого концерта я уже точно решил, что буду собирать все, что связано с центром, альбомы, благо их ты выпускал каждый год по два-три. И так продолжалось до тех пор, пока я, опять-таки, якобы случайно, оказавшись в командировке в Москве, не попадаю на концерт в ДК Курчатова в январе 86-го года. Этот концерт известен в истории отечественной рок-музыки как рок-новый год, по-моему, или рок-старый год. Или еще было название «Рок-елка». В ДК имени Курчата собрался весь цвет тогдашней российской рок-музыки. Вернее, это был концерт Московской рок-лаборатории. Я просто перечислю некоторые названия, чтобы было понятно, какого масштаба концерт был. «Ночной проспект», «Бригада С», «Звуки Му», «Браво», «Центр». Ну, еще, так сказать, пару названий, которые сейчас уже я забыл. Опять-таки, меня поразилось, что был очень большой ажиотаж, и я бы, наверное, не попал на этот концерт никогда, если бы я не был бы освобожденным комсомольским работником тогда. И мне помогли попасть ребята из ЦК Комсомола. Это был один из тех концертов, когда публика была настолько заинтересована в нем, что люди пытались залезть через окна, через крышу, через чердак, через подвал. Публика была тоже очень своеобразная такая. Одни музыканты, одни известные. То есть я, чтобы, так сказать, привести пример, я просто сидел в зале рядом с Константином Кинчевым. Тогда молодым человеком, мало кому известным, но уже, так сказать, внешне он выделялся уже на фоне даже той публики, которая собралась на этот рок-концерт. Также я видел ребят из Ленинградского рок-клуба, значит, группа «Зоопарк» в полном составе практически была, Юрий Лоза, ну, в общем, короче, очень многие музыканты. Каждой группе вдавалось 20-25 минут, и в этой программе они, так сказать, как бы соревновались перед зрителями, так сказать, в своем искусстве. Центр выступил очень хорошо, но в отличие от первой программы в ноябре 83-го года, в которой была такая новая волна припанкованная, то здесь Центр представлял собой такой романтический ансамбль. Вы выступали в длинных зеленых шарфах, значит, песни соответствующие. Очень хорошо прозвучала песня «Багровое сердце», а также твой кавер известной советской песни «Снятся людям иногда голубые города». «У которых названия нет». Эта песня из альбома Центра «Любимые песни», и вот эта строчка «Города, у которых названия нет», она вот, если присмотреться, отражала такую ситуацию в СССР, что многие знали, что в СССР есть города, некоторые в них жили, но которых нет на карте, у которых даже нет названия, или есть какое-то фейковое название, потому что там происходило что-то секретное, скорее всего, связанное с производством какой-то военной секретной продукции. Ты впервые взял аккордеон в руки, я до этого не видел в руках, так сказать, рок-музыканта аккордеон. И все было великолепно, и кроме тебя, кроме Центра, я тогда отметил для себя группу «Ночной проспект», и, пожалуй, звуки «Му». Особенно, конечно, Петра Николаевича Мамонова. Он выделялся на фоне всех. И мне посчастливилось видеть его на сцене, так сказать, в тот период, когда, может быть, его творчество было на самом пике. Песня «Консервный нож» или второе название «Коля» просто пронизывало, довел зал до транса, и это было просто великолепно. И я потом с удовольствием узнал, что вы, оказывается, с Петром давно дружите, и фактически через некоторое время ты записал, ты был продюсером их двойного альбома «Простые вещи». Вот эти два концерта окончательно уже сделали меня поклонником группы «Центр». Я стал собирать магнитофонные записи, которые тогда распространялись в основном на катушках. Записи эти я находил через объявления, причем иногда просто даже на каком-нибудь фонарном столбе в Москве, и знакомился, так сказать, с людьми. Они, конечно, продавали, они просто так бесплатно не давали катушки, и у меня скопилось очень значительное количество катушек группы «Центр». Итак, мы после этого концерта 1986 года в ДК Курчатова я стал уже мечтать о том, чтобы взять интервью у тебя, поскольку в Смоленске я довольно много писал на музыкальные темы, вел страничку в областной газете, и как-то мне хотелось взять у тебя интервью и, возможно, даже потом пригласить в Смоленск. И здесь опять случай. Я, кроме того, что собирал музыку, я собирал и рок-фото, и на одном из, так сказать, столбов я нашел, так сказать, адрес человека, который сфотографировал наши тогда рок-группы. Естественно, это было все полуподпольно. Этым человеком был Георгий Молитвин, тогда, наверное, самый известный рок-фотограф. К сожалению, его уже нет с нами. И вот, когда я приехал домой к Георгию, начал рассматривать фотографии, которые он мне предложил купить, я увидел знаменитую фотографию, теперь вознаменитую фотографию группы «Центр» 85-го года, где вы сфотографировались в Пятером, по-моему, вместе тогда еще был в составе Александр Сколяр. И глядя на эту фотографию, я сказал, что Георгию, что вот неплохо бы мне найти Васю Шумову, но я не знаю как. И Жора взял листок бумаги и написал мне телефон Василия, предупредив, чтобы я звонил попозже, потому что Василий довольно поздно встает. И дело сделано. Я позвонил тебе, Вась, и мы договорились о встрече. Эта встреча состоялась в 87-м году, в начале 87-го года, после одного из сборных концентров, опять-таки, в ДК Курчатова. Но тут надо отметить интересное, что я захватил с собой пустую катушку, и нам надо было еще найти магнитофон и помещение, в котором бы мы все это дело записали. Потому что для меня было важно, чтобы наша встреча была записана. Интересно, что помогал нам найти магнитофон, по-моему, Маяк 203, знаменитый, Александр как раз Скляр. Так мы записали с тобой интервью, и говоря об этом интервью, я бы отметил вот что. Мало того, что я из него узнал о твоих предпочтениях музыкальных, немножко о тебе, я всегда предполагал до встречи с тобой, что Василий Шумов – это псевдоним. Причем очень удачный псевдоним для рок-музыканта. Ну, в ответ на мой вопрос ты просто достал из кармана паспорт, протянул мне, и я увидел, что все верно, ты, Василий Герардович Шумов, 60-го года рождения. Вот такой, так сказать, стоялся у нас с тобой разговор. Да, это бывало со мной неоднократно, из-за того, что никто ничего не знал, не было никаких ни фото, ни видео, никто не знал в лицо, как выглядит группа «Центр», и поэтому ходили самые разнообразные слухи. И в частности, ходили слухи, что Вася Шумов – это не какой-нибудь там реальный человек, это псевдоним, как Элис Купер. После этого я, после нашего интервью, мне захотелось как-то публиковать не только на страницах нашей областной газеты это интервью, но и как-то обратиться в какие-то более солидные многотиражные газеты. Дело сделано было, и я распечатал наше интервью и послал почте, других каналов не было, в редакцию газеты «Московский комсомолис», которая сейчас называется почему-то «МК». Дело в том, что тогда газета имела большой тираж, порядка трех миллионов, и она регулярно одну страницу отдавала клубу, музыкальному клубу, который был на ее страницах, и, в принципе, именно газета «Московский комсомолис» тогда являлась наиболее авторитетным распространителем музыкальной информации. Я помню, что в то время, в 80-е годы, эту газету «Московский комсомолис» многие читали только по одной причине, что там на последней странице была такая рубрика, по-моему, называлась «Звуковая дорожка», и там, в основном, естественно, писали про советскую эстраду, про звезд вот этой советской эстрады, но как-то подспудно там появлялась еще информация про такие, как бы, подпольные рок-группы. И эта «Звуковая дорожка» выходила с какой-то периодичностью, по-моему, то ли по пятницам, то ли каждую вторую пятницу, или каждый третий четверг, но была какая-то периодичность, и вот все, кто интересовался подпольным роком, и они следили именно за этим выпуском, «Московский комсомольц», в котором выходила «Звуковая дорожка», потому что там могла быть информация про какую-то группу. Ну и вот была твоя статья про группу «Центр». К моему удивлению, статья довольно быстро была опубликована в газете «Московский комсомолец», и заглавлена была метаморфоза «Центра». И я почему говорю об этой статье, потому что много позже я встречал неоднократно людей, которые говорили, что вот «Центр» я узнал не по музыке, а по статье «Метаморфоза Центра» в газете «Московский комсомолец». Сереж, а давайте теперь поговорим о концертах, которые ты устраивал в Смоленске, в частности, концерты «Центра», другие групп, как это происходило, на каких площадках проводились концерты, были ли это индивидуальные концерты групп, или это были сборные концерты, может, даже какие-то фестивали ты проводил. Расскажи об этом. Ну, я перечислю концерты, которые мы организовали с ребятами в Смоленске. Тут, надо сказать вот что перед этим, что в 87-м году в Смоленске начал образовываться Смоленский рок-клуб, и начали объединяться ребята, которые увлекались музыкой, вот в какую-то организацию. И мы решили проводить концерты, и вот когда мы решили проводить первые концерты, вот как раз возникла идея пригласить какую-то известную московскую команду интересную для участия в этих концертах. и мы сошлись, что надо пригласить Васю Шумова и группу «Центр». Первый концерт центра в Смоленске состоялся в июне 87-го года в актом зале Смоленского филиала Московского энергетического института. Ну, это был очень большой ажиотаж. Зал на 600 мест был заполнен и меломанами, и музыкантами. где-то 600 человек было, и концерт прошел очень успешно. В «Центр» выступал в составе Шумов, Чурилов, Иванов, Васильев и две девушки на бэк-вокале. Василий был очень энергичен, в зал просто перла энергия, и так вот анализирую уже многие концерты, в которые я видел «Центр», мне кажется, энергетически это был самый сильный концерт, который я наблюдал. Что тут можно отметить еще из этого концерта? Что, в общем, тогда в Смоленске собралась такая интересная команда организаторов, любителей музыки, достаточно сильных таких ребят. Я благодарен, что вот они помогли тогда организовать первый концерт «Центра» в Смоленске. Я приведу такой пример. Например, вел концерт парень, который впоследствии стал заместителем министра в правительстве Российской Федерации. Парень, который занимался организацией внутри Энергоинститута, секретарь, был секторем, комсомольским секторем в этом институте, сейчас является генерал-лейтенантом одной силовых структур. Ну, то есть, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Тогда из этого концерта мне больше всего понравилась песня «Мой район» и «Бесполезная песня». Такие два мощных номера, которые остались у меня на памяти уже сколько лет прошло. Концерт мне с того понравился, что мы решили через год повторить приглашение центра, тоже опять-таки в рамках работы Смоленского рок-клуба. и в 88-м году второй концерт стоялся в актом зале пединститута. Причем, центр приехал в обновленном составе и за день участвовал в двух сразу концертах. Состав тоже изменился. Впервые молодых ребят я увидел Сергея Сабинина, Евгения Тихомирова. Программа была построена на основе альбома «Детятя». Была тоже очень энергичная. Именно тогда я первый раз услышал песню «Привет тебе», которая, наверное, самой такой сильной визитной карточкой группы до сих пор. Третий приезд центра произошел в 89-м году. Мы тогда организовали концерт в кинотеатре «Современник». Тоже где-то 500-600 человек было. И я помню, что вместо клавишника у вас теперь занял Иван Соколовский. А с Ваней я хорошо знаком был, потому что группу «Ночной проспект», которую основали Алексей Борисов и Иван Соколовский, она тоже была приглашена для концерта в «Смоленске» и почти каждый год выступала у нас. Тоже очень хорошее выступление было, всем памятное до сих пор. Я запомнил один эпизод на этом концерте, который происходил в кинотеатре. У нас в программе была композиция из альбома «Очищение», то есть сама вот эта песня «Очищение», где припев «Пусть выходит мой гной», это такой медленный трек, и когда мы его играли, я так смотрю, в зале зажигаются зажигалки, и так постепенно, постепенно смотрю практически весь зал зажигалками, и так ими двигает над головой, такой, знаешь, как волны, волны вот этих зажигалок в темном зале, и это были реальные такие огоньки, и когда я пел «Пусть выходит мой гной», и вот это такое море вот этих зажигалок, вот это я запомнил очень хорошо, потому что это было, наверное, в первый, в последний раз на концертах группы «Центр» и на моих сольных концертах. Четвертый концерт прошел в 90-м году в ДК профсоюзов, это был необычный спектакль под названием «Библиотека приключений» Василия Шумова. Ты, Вась, приехал тогда вместе с актером в стиле пантомима, на нем, на этом актере была изображена маска с твоим лицом, и это не было не главное, главное была музыка такая романтическая, там какая-то басанова была, еще какие-то ритмы латиноамериканские, и мне вот жаль, что из всех концертов, которые прошли в Смоленске, пожалуй, только этот концерт не удалось записать, и он до сих пор тоже у меня в памяти, как очень оригинальное такое творческое твое достижение. Да, про эту программу, «Библиотека приключений» 90-го года меня неоднократно спрашивали, даже вот в предыдущих выпусках подкаста «Трамвайное депо», я отвечал на вопросы по этому поводу, и что выясняется, что практически нет этой записи концертной, хотя я неоднократно выступал с этой программой, но так получилось, что осталась одна песня, телевидение кричит в пустоту, которая была снята на телевидении. После этого концерта ты, не знаю, через как будто определенное время отбыл в США, и, казалось бы, наши контакты прекратились, но в середине 90-х годов, точнее, в 96-м году ты приехал опять в Смоленск с акустическим концертом и замечательным гитаристом Фастом Фредди, и вы сделали акустическую программу из, в принципе, самых знаменитых песен группы «Центр». И эту акустическую программу мы записали, и ты, по-моему, издал его на одном из дисков, посвященных группе «Центр». Это был релиз, который называется «Василий Шумов акустика». Он выходил на компакт-диске на лейбле «Союз Мьюзик». Сейчас он лежит на всех этих музыкальных порталах. Кто хочет, может послушать. Это было в Доме культуры профсоюзов, я отметил. И в этот же приезд я познакомился с Александром Лепницким, который сопровождал группу и, в общем-то, являлся продюсером вот этой серии концертов 96-го года при твоем приезде из США в Россию. Шестой концерт состоялся в 2006-м году на этот раз в клубе «Спайдер» при таком ограниченном количестве людей, от их только явных поклонников. Зал был небольшой, но концерт очень мне запомнился, потому что программа такая была очень интересная, электронное видеошоу, электроника со слайдами и сама игра на гитаре Фаста Фредди тоже была потрясающей. Последний концерт центра в Смоленске стоялся в 2009-м году в зале «Молодость». Пять состав изменился, и на этот раз в составе были отец и сын Виноградовы, Валерий и его сын Алексей. Валерий великолепный гитарист, Алексей отлично играл на клавишах, вы тоже сделали сборную программу, которая тоже запомнилась и многим понравилась. Я хотел бы отметить, что все концерты проходили в разных залах, что я перечислил. И большое значение имело, конечно, звукоусилище аппаратуры, звуко режиссера, и я хотел бы тут отметить, что великолепно с этой работой справился известный смоленский звукорежиссер Владимир Лейкин, который музыканты любовно называют батя. Ну что же, пользуясь случаем, выражаю свою благодарность Владимиру Лейкину, которого музыканты называют батей, за помощь и за выстраивание звука на концертах группы «Центр» и Василия Шумова в Смоленске. Владимир, большое спасибо. Сереж, а ты являешься знатоком творчества группы «Центр», написал книгу о группе «Центр», а у тебя есть какие-нибудь любимые альбомы из дискографии группы «Центр» или из дискографии Василия Шумова? Да, вопрос очень трудный, поскольку после 30-го альбома, а у Василия очень много альбомов, я как-то перестал сильно интересоваться творчеством по разным причинам, но чтобы не уходить от ответа на этот вопрос, я все-таки перечислю, наверное, любимые альбомы. Это, наверное, те, которые чаще всего вспоминаются, те, которые хочешь переслушать, те, которые запомнились какими-то событиями интересными. Ну, давайте перечислю я. Конечно, «Стюардесса летних линий». Этот альбом я самый первый нашел, я его очень до дыр, так сказать, заслушал, и сама песня «Стюардесса линий» мне кажется очень оригинальна по построению, по ритмике, по тексту. Ну, и песня «Звезды» всегда хороши, особенно ночью, это, наверное, одна из самых сильных «Вася твоих вещей», и она мне очень нравится, причем в различном исполнении, в частности, вот, очень удачно ее исполняла Жанна Гузарова. Второй альбом, который мне запомнился, по стилистике практически повторяет «Стюардесса летней линии» это «Тяга к технике». «Тяга к технике» это, вот, по стилистике повторяет «Стюардессу летней линии», но эта стилистика постоянно менялась, и вот, даже, может быть, это редкий случай, когда ты выпустил два альбома практически в одинаковом стиле. В этом альбоме мне очень нравится песня «Я все умею». Ну, не могу не отметить по памяти так сразу альбом «Чтение в транспорте». Это такой электронный альбом, очень интересный по построению, по текстам. Он совершенно отличался от всего предыдущего, и мне запомнился, хотя после этого альбома такой интерес к центру резко уменьшился. Не могу не отметить альбом «Учитесь плавать». Кто-то из музыкантов мне сказал, что «Учитесь плавать» для центра, это как в страну «Леттес Би», для «Битлз». Ну, возможно. Мне он запомнился тем, что тексты пяти песен написал Евгений Головин. Тексты такие необычные, но достаточно назвать хотя бы название «Кони Йота», и те, кто в курсе, тот меня поймет. Не могу не отметить альбом «От звонка до звонка». Тоже такой, очень необычный по звуку, по звучанию альбом. И еще мне запомнился, конечно, тем, что ты сделал кавер очень оригинальной песни Высоцкого «Смотрины». Вот Высоцкий и Шумов для меня, так сказать, во многом люди, как сказать, ну, похожи чем-то. Ну, хотя бы даже биографии. Оба из семи военных, оба интересовались спортом и занимались им достаточно долго, серьезно. Василий хоккеем, Высоцкий гимнастикой. Оба большое внимание уделяли текстам песен. Оба выступали, так сложилась жизнь и в Москве, и в Париже, и в Лос-Анджелесе. Так сложилась личная жизнь, чтобы были накратно женаты, и одна из жен у них была француженка. Ну, такие интересные параллели. И сама песня «Смотрины» тоже мне показалась очень удачным решением. Я когда альбом слушал, и по обычной слушал несколько раз. А насчет Высоцкого, я сейчас вспомнил такой эпизод, когда я приезжал в очередной раз с концертами в Смоленск, меня поселили в гостиницу, ну, в такую винтажную гостиницу со старой мебелью советской и так далее. И ты мне говорил, что вот этот номер, в который ты меня поселил, этот номер, в котором жил Высоцкий, когда он приезжал в Смоленск. Не могу не отметить, конечно, самый, наверное, сильный альбом до твоего отъезда в Америку. Это сборник, сделанный в Париже, на котором много написано. Я тоже повторяю об этом, об альбоме очень много и достаточно детально рассматриваю в книжке «Глядя в центр». И это сборник, который был великолепно записан на французской студии с привлеченными музыкантами. То есть это, наверное, эпогейт технического, по крайней мере, решения записи. Но мне стали, когда ты уехал в США, ты мне стал присылать альбомы, которые записаны там, и среди них я бы выделил голливудский Василек, тектоника. Ну и особым таким, что ли, ярким моментом, это явился альбом «Русские поют», который ты записал вместе с Петром Мамоновым. Мамонов тогда приехал по своим каким-то делам в США, вы пересеклись и как-то за какие-то короткие промежутки времени записали альбом на английском языке, где вы спели вдвоем такие мировые хиты рок-музыкальные. И Маккартни, и Леннон, и Пин Флойд, и другие артисты. Это было все очень замечательно. Если кто не слышал, этот альбом, я рекомендую еще найти и послушать. Этот альбом называется «Мамонов и Шумов русские поют». Для меня этот альбом скорее концептуальный, как по содержанию, так и по обложке. Кстати говоря, на обложке где фотография, где я с Мамоновым жмем друг другу руки, а Мамонов как бы горит, то есть это какая-то интерпретация обложки Пинк Флойд альбома видишь его хеер. Не могу не отметить также альбом, который ты, Василий, записал вместе с Жанной Агузаровой. Альбом называется «Nin'Nin'Nin'Is». И совершенно необычное звучание, совершенно уникальный голос Жанны Агузаровой. Мне особенно понравилось, я уже говорил об этом, песня «Звезды всегда хороши, особенно ночью». Там не только эта песня, но и многие песни твои звучат совершенно по-новому и очень оригинально. Я не знаю, выпущен он в России, мне кажется, нет, но если он еще не выпущен, его, конечно, надо следует выпустить, так же, как и альбом «Русские поют». Альбом «Мамонов, шумов, русские поют» он выходил в 90-е годы на компакт-дисках. Альбом «Регион 5» я тоже не могу не отметить. Электронное видео-шоу, с которым выступал ты, с музыкой, с которой ты выступал, с Малинской, я тоже не могу не отметить. Ну и, конечно, я не могу не отметить твой последний альбом, основан в 1980-м, где ты совершенно, ты вернулся к гитарному звучанию, привлек ребят из старых составов, получилось очень интересно и на сегодняшний день это один из моих самых популярных альбомов центра, я слушаю его часто, я, Василий, поздравляю тебя, это, мне кажется, очень большое творческое достижение твое. Спасибо за хороший отзыв о новом альбоме группы «Центр», основан в 1980-м, тем более, тебе, как специалисту по центру, есть чем сравнивать. Кстати говоря, вот, в альбоме, основан в 1980-м, есть одна инновация в плане, как он был выпущен. Он был выпущен в формате вот этого подкаста «Трамвайное депо». Я не знаю, были ли у кого раньше релизы в форматах подкаста, но у центра точно не было, так что все, кому интересно и кто еще не слышал этот альбом, пожалуйста, вот в этих же выпусках подкаста «Трамвайного депо» его можно послушать от начала до конца полностью. сереж, а вот ты хорошо знаком с участниками группы центра разных формаций, у тебя даже с ними сложились дружеские отношения, когда они организовывали свои проекты, ты их приглашал в Смоленск, также ты общался с Евгением Головиным. Расскажи, пожалуйста, о твоих впечатлениях вот о ребятах из группы центра, с которыми ты знаком, и о их концертах в Смоленске. Ну, иногда о человеке больше или много, по крайней мере, говорит окружение, то есть те люди, с которыми он общается, и мне очень было любопытно, встречаясь с тобой в различной обстановке в Москве, в Смоленске, наблюдать за теми людьми, с которыми ты в твоем месте занимаешься творчеством, которые тебя окружают в быту, и я не могу не сказать нескольких слов об этих людях. Первым человеком, с которым достаточно мы близко сблизились в плане творчества, это Алексей Борисов. Я уже говорил, что в 86-м году меня поразил он в своих группах, когда играли в группе «Ночной проспект», правда, тогда в 86-м году они играли рок-н-роллы, а в Смоленск, когда я их пригласил в 87-м году, они совершенно изменились, меня это просто потрясло, потому что я даже не думал, что музыканты могут так изменить свою стилистику. И в Смоленск уже привез состав, который играл такую более, как бы сказать, влеченную музыку, назвать ее «Индастриал», «Нойз», какие-то другие эпитеты. Но те, кто слышал «Ночной проспект», он меня понимает, в чем я говорю. Алексей меня поразил тем, что это очень такой скромный человек, очень начитанный, интеллигентный, очень просвещенный, очень тактичный. он окончил МГУ, и последним местом работы перед профессиональной карьерой был Московский институт международной экономики и международных отношений, то есть такая серьезная вуз, я знаю, что он готовился писать диссертацию, то есть такой основательный подход, наверное, ко всему в жизни меня очень привлекает, и после 1987 года Алексей почти каждый год бывал в Смоленск, в Смоленске давал концерты различными составами, и сольно приезжал, и в составе группы Ночной проспект, это было всегда интересно, всегда вызывал живой интерес, и он сблизился с московскими, с местными смоленскими музыкантами, в частности, у него сейчас наметилось такое творческое сотрудничество, содружество с группой Скуб и его лидером, его лидером Михаилом Давыдовым, и в Смолене всегда с удовольствием приходят на его концерты, и мы ждем, я думаю, что и в ближайшие годы Алексей Будис все-таки смоленский порадует нас в своем творчестве. Вторым музыкантом, который я бы отметил, это Валерий Виноградов. Он тоже, я с ним сблизился, когда слушал альбомы группы Центр, и как-то так мы пересеклись, что после того, как Василий уехал в США, я со многими музыкантами контактировал, в том числе и с Валерой. И более того, мы даже, я знал, что Валера создал свою собственную группу Супер Дупер, что он из семьи военного, что у него брат, еще два брата есть, и вот это альбомы группе Супер Дупер тоже мне показались достаточно интересными, я пригласил Валерия в Смоленск, и он как-то в одном из ночных клубов города, дал свой сольный концерт, все это было очень интересно. Иван Соколовский, Иван Соколовский, это один основатель Ночного проспекта, друг Алексея Борисова, человек тоже очень эрудированный, тоже выпускник МГУ, тоже писал диссертацию, вот такой он концептуальный человек, и вот он великолепный клавишник, и в свое время он, так сказать, отпочковался по каким-то причинам, я не знаю, от группы Ночной проспект, и как он сам мне рассказывал, по совету, по наводке Василия, он начал заниматься другой музыкой, может быть, в другом стиле, можно назвать это волт-мюзик, но это очень красивые, очень запоминающиеся мелодии, Иван выпустил несколько альбомов, и эти альбомы мне очень нравятся, и если кто интересуется действительно электронной музыкой, я рекомендую найти эти альбомы. С Виталием Чуриловым мы познакомились при первом концерте в Смоленске в 87-м году, потом как-то наши пути разошлись, и вот буквально в последние годы он сейчас живет в Австралии, но мы друг друга нашли, и сейчас переписываемся, он вновь вернулся к музыке, хотя был какой-то перерыв, и записал очень интересный, на мой взгляд, альбом «Пляски на барабанах». Он тоже есть в интернете, я тоже рекомендую его послушать. Меня очень, что ли, порадовало знакомство с Александром Чапорухиным. Я не помню, что детали, когда мы с ним познакомились, но он приезжал и был продюсером группы «Инны желанной», и они в Смоленске приезжали два или три раза, и тоже очень человек такой скромный, интеллигентный, человек, с которым приятно разговаривать, провести время. Он тоже выпускник МГУ, и впоследствии стал продюсером, менеджером, привозил в Смоленск в Россию такие коллективы, как Джетро Тау, Кинг Кримсон, Ману Чау, то есть он стал таким продюсером уже мирового уровня, и мне очень было всегда приятно с ним общаться. Он, кстати, Василий, приезжал к тебе в США, сделал несколько записей, видеозаписей, интервью с тобой, потом мне это все передал, было очень любопытно, и где-то они эти записи сохранились до сих пор. Он также принимал участие в записи альбома «Центр «Крапивное пламя», который был записан в Лос-Анджелесе в 97-м году, когда он приезжал ко мне в гости, и он мне рассказал историю, как он купил, по-моему, в Германии машину «Хонда» и перегонял ее в Москву, и какая с ним случилась история курьезная по поводу перегона этой машины «Хонда», и я на этой его истории сделал песню «Историю выпускника МГУ». Ну, не могу не отметить, конечно, Александра Лепницкого, которого, опять-таки, уже нет с нами. Он приезжал, я познакомился с ним в 96-м году, когда-то приезжал с акустической программой с Фастом Фредди. Александр это очень известный человек, и в то время был, может быть, одним из самых известных человек в мире музыкальной критики, поскольку он уже вел какие-то программы на телевидении. Одна из его телепрограмм называлась «Еловая субмарина». Ну, поскольку он был один из основателей звуков МО, авторитет его, естественно, в глазах всех был очень высокий. Мне понравилось то, что Александр абсолютно не имел ни капли снобизма и очень по-доброму относился ко всем таким тихим голосом, всегда разговаривал. Очень приятно в Смоленске посетил, всего лишь там были, по-моему, тогда один день он посетил наши музеи, мне очень много рассказывал, очень интересных фактов о Смоленске, которые даже я не знал. Потом он вел программу «Еловая субмарина» на телеканале «Ностальгия». Там он рассказывал о различных музыкальных направлениях, о различных группах, в том числе о центре. И вот когда готовил он передачу о центре, он связался со мной и попросил приехать в Москву, зная, что я как бы увлечен центром, чтобы участвовать в этой программе. Но, как говорится, что-то не срослось. Многие говорят, хочешь рассмешить Господа, расскажи им о своих планах. И программа вышла, она хорошая, он мне потом прислал ее. и я еще, да, не забыл сказать о том, что я в свое время был на квартире по приглашению Саши. У него на квартире такой легендарной квартире, на которой были практически жили много дней музыканты Ленинградского рок-клуба, где он мне рассказывал, что вот здесь Цой лежал на сундуке, здесь сидел Гребенщиков, здесь еще кто-то, Башлачев и так далее, и так далее. Мне понравилось именно его отсутствие каких-либо барьеров. Очень приятный, интеллигентный человек, и очень жалко, что вот жизнь вот так неожиданно оборвалась. Насчет квартиры Саши Лепницкого в Москве на каретном ряду есть масса, масса впечатлений у меня и историй. В этой квартире я познакомился со многими питерскими музыкантами в начале 80-х годов, которые там у него жили, приезжая в Москву. У него проходили в этой квартире квартирники, я в частности присутствовал на квартирнике Александра Башлачева. Кстати говоря, есть известная фотография, которая гуляет в интернете, она есть в паблике, которая называется Soviet New Wave, где на фотографии пять человек, это Константин Кинчев, Петр Мамонов, Сергей Жариков, Василий Шумов и Борис Гребенщиков, сфотографированы у двери квартиры. Так вот, это дверь квартиры, это квартиры Саши Лепницкого. Саша Лепницкий тогда организовал какую-то публикацию и пригласил фотографа, который сделал вот эту групповую фотографию на лещаной клетке у двери Сашиной квартиры. Не могу не отметить еще и Сергея Сенцова. Сережа был тоже на одном из концертов в Смоленске, он какое-то время жил в Смоленске, сейчас он живет в Москве. Человек, который организовал потом свое рекламное агентство, очень продвинутый в компьютерной технике. Он создал несколько клипов группы «Центр». Один из них мне очень нравится, может быть, даже лучший клип, это фильм-концерт «Тургеневские женщины», который он снял, по-моему, в парке в московском. Клип очень хороший и показывает его яркий талант. Но это не единственный клип, который сделал Сергей по песням группы «Центр», еще много других. И даже когда-то мне говорил, что хорошо бы нам сделать фильм про историю группы «Центр», поскольку он очень хорошо снимает. Мне кажется, если бы такой фильм появился, было бы очень здорово. Этот фильм, который сделал Сергей Сенцов, который называется «Тургеневские женщины», он был снят во внутреннем дворике Центрального дома художника в Москве. И там проходила выставка в ЦДХ, которая, по-моему, называлась «Гиперреализм». И как бы во время этой выставки был организован концерт, в котором выступали разные группы, и в том числе центр. И вот Сергей снял наше концертное выступление в таком акустическом варианте. Сереж, а вот ты слушал очень много альбомов группы Центр, слушал внимательно, написал об этом книгу, устраивал концерты группы Центр в Смоленске, причем неоднократно. А скажи, пожалуйста, вот как центр повлиял на твое мировоззрение, на твои музыкальные вкусы? Знаешь, мне повезло в том плане, что я знаком со многими музыкантами лично, и как бы с разным подходом к творчеству, к искусству, и, конечно же, тебя, Василий, отличает постоянный поиск нового, то есть застывшее для тебя это совершенно неприемлемо, это противоречит твоей натуре. Также я очень отметил, и все отмечают твое огромное трудолюбие. И ты своим личным примером показываешь, что что-то достичь серьезного в музыке, в творчестве, невозможно, не отдавая этому творчеству всего себя. Я помню, как ты приезжал в Смоленск, и так сказать, я пришел вечером в номер, и увидел на столе у тебя кипа дисков, причем самые разнообразные направленности, начиная от Капитана Бифхарта, кончая Чайковского, джазовых, Дюка Эллингтона и так далее. То есть была кипа дисков, я спросил, что это такое, а ты мне сказал, что вот я буду сегодня ночью все это слушать. То есть человек живет, ты живешь музыкой, это очень как бы такой яркий факт для меня, пример того, как надо относиться вообще к искусству, если ты берешься за него каким-то образом. Общение с тобой открыло для меня ряд имен. Достаточно много имен, я бы отметил здесь три имена, в этой программе выделил бы три имени. Прежде всего это Игорь Северянин, поэт, строчки из которого ты включал свои разные песни, разных альбомов, но ты сумел заинтересовать меня творчеством Северянина, я очень потом в дальнейшем стал уделять Игорю Васильевичу большое внимание, у меня сейчас большая собралась коллекция книг Василия Игоря Северянина, и он писал не только стихи, но и прозу, и когда я говорю о Игоре Северянина, я всегда вспоминаю мои любимые самые строки, мы живем словно с незаколдованным на одной из удобных планет, много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам хочется, нет. И вот эти строки я вспоминаю часто, и сейчас, слушая твой последний альбом, я вижу, что в одной из песен последнего альбома ты как раз практически повторяешь эти строки. Второе имя, которое ты для меня открыл, не то, что открыл, а просто заставил внимательно более относиться к его творчеству, это и гип-поп. И гип-поп это отец панк-рока, так скажем, многие его называют, но я вижу в нем, так сказать, не только этого, замечательного в нем актера, очень творческую личность, очень человек, который очень работает со звуком, человек, который стремится создать шоу, стремится как-то преодолевая все, так сказать, негативные на нас влияния, что-то нести людям такое интересное, поражать зал, это вот такие вещи, которые Иге, даже сейчас ему уже там 76, по-моему, лет, но он продолжает это делать, несмотря на то, что внешне он уже сильно изменился, он хромает, но вот это его моторчик, батарейка работает, и это все очень производит очень сильное впечатление, как-то, я причем выделяю не только его такие ходроковые или панк-роковые произведения, но и его лирические вещи, совершенно замечательные песни, которые показывают, что он тонкий лирик, и он всегда говорил, что я очень чувствительный человек, тут бы я вспомнил песню НЗДФК, Авенюби, Мисс Аргентина, ну и много других, которые являются моими самыми любимыми, наверное, до сих пор. Третьим человеком, который я бы упомянул, это поэт, уникальный человек, творческий человек, это Евгений Головин. Песни на текстах Головина у тебя достаточно много, песни на стихи Головина использовал и Александр Скляр в своих концертных программах. Я познакомился с Головиным тогда, когда услышал, узнал, что ты сделал спектакль Артюра Римбо на стихи Артюра Римбо, но с переводом Евгения Головина. И твоя одна из лучших песен до сих пор для меня это «Фиолетовый дым», который тоже из этой серии, из стихов Артюра Римбо в переводе Евгения Головина. Я хотел бы отметить, что это человек, потом я уже начал узнавать о нем больше, читал его какие-то статьи напечатанные в различных изданиях. Он очень сильно прорабатывал тематику французской поэзии. Бадлер, Шар Бадлер, Артюра Римбо и много других. И мне посчастливилось с ним даже общаться. Дело в том, что он выпустил книгу, посвященную группе «Центр». Но ты мне попросил как-то связаться с ним, чтобы уточнить некоторые моменты, потому что Евгений, может быть, не точно какие-то факты мог изложить. Евгений мне позвонил, мы пообщались, очень приятный человек. Я внес какие-то свои замечания в книгу. Затем я начал интересоваться творчеством Евгения Головина подробнее. У него есть книга, выпущенная уже после его смерти. К сожалению, он тоже ушел из жизни достаточно рано. И его родственники выпустили книгу о нем, я ее приобрел. Стихи мне очень понравились. Особый мир, свои поэтические образы, своя какая-то энергетика. Это очень интересно. Вот эти три имени, пожалуй, я выделил бы из многочисленных имен, которые я привлекли в мое внимание благодаря творчеству группы «Центр» и Василия Шумова. Сереж, ты написал книгу «Глядя в центр», у которой уже было два издания. Расскажи, пожалуйста, об этой книге. Если говорить о книге «Глядя в центр», история рок-группы Василия Шумова, то надо отметить, что появление ее, можно сказать, случайно, можно сказать, не случайно, поскольку я никогда не думал раньше писать какие-то книги о ком-то либо. Но вот после того, как ты уехал в США, я посмотрел материалы, посмотрел те многочисленные интервью, которые я с тобой провел, какие-то вырезки из газет, которые я собирал. Я вообще собирал все, что относительно относится к центру. Это было не так много, но достаточно значительное количество. И как-то по неволе возникла идея как-то обобщить все это, написать книгу, потому что я понял, что кто, кроме меня, это может написать, если я так много времени уделял общению с музыкантами группы «Центр», с тобой, знакомыми многими людьми, окружающими «Центр». И вот эта идея мне возникла написать где-то в конце тысячи, в конце, нет, начале, наверное, 2000-х годов. А потом так получилось, что когда ты уехал в Америку, мы с тобой начали созвониться по телефону, поскольку никаких мобильных телефонов там не было, интернета не было еще. Мы в основном связывались по телефону или даже по почте, ты мне присылал какие-то письма, я тебе отвечал. И эти все письма я собирал. А звонки, понимая, что они уже представляют собой ценность, потому что никто не знал, привернешься ты назад или не вернешься. Я просто тупо после наших звонков садился за стол, брал листок бумаги и переписывал все, о чем мы говорили, причем дословно, по памяти. И таким образом у меня опять во время, так сказать, пока ты жил в США, появилась большая папка всякой информации, связанной с историей группы, с твоей личной, интересной очень судьбой. и возникла идея все-таки это написать и издать. И вот первое издание книги вышло в 2002 году небольшим тиражом, значит, и она как-то начала распространяться с предипоклонников центра. Я начал собирать какие-то отзывы об этой книге. естественно, меня интересовали эти отзывы, поскольку я-то свое мнение имею, свой взгляд, а люди-то, может, по-другому как-то оценивают и творчество, и саму мою книгу. И мне очень обрадовалось, что практически все музыканты группы «Центр», которым я посылал книги, потом присылали мне очень такие положительные отзывы книги очень благодарили, и я понял, что что-то получилось, наверное. В частности, очень по-доброму книгу оценили Александр Лепницкий, Иван Соколовский. Ваня даже сказал, попросил, говорит, не мог бы ты такую же книгу сделать о группе «Ночной проспект». Но это достаточно уже такая нереальная для меня задача, поскольку очень много сил отнял написание книги про «Центр», ну и кроме того, я не считаю себя каким-то великим писателем. или журналистом. Также очень высоко оценил книгу Александр Кушнира, это профессиональный журналист, который издал замечательно совершенно книгу 100 альбомов, 100 магнитофонных альбомов советского рока. Потрясающая книга, где он перечислил, во-первых, лучшие альбомы действительно советского рока, и причем не просто их перечислил, а практически каждый альбом он проанализировал и дал его историю. В этой книге 100 магнитофонов альбомов советского рока есть и несколько статей об альбомах группы «Центр». он тоже очень похвалил книгу и я, конечно, ждал реакции самого главного героя, твою, Василий, но ты очень тонко отнесся к этому моему, к этой моей затее и, в принципе, не стал ее ни хвалить, ни ругать. Я благодарен тебе за это, потому что я совершенно уверен, что есть, наверное, в ней какие-то моменты в книге, которые не соответствуют, может быть, даже действительности, но ты, мне сказалось, что ты автор, ты имеешь право на свое мнение, ты его высказал, пусть оно так и будет. Поэтому эта книга затем издалась второй раз в 2020 году и мне было, конечно, интересно, а кому вообще она нужна? И мне приятно было, когда со мной связались с издательством Выргород, московское издательство Выргород и заказали какой-то небольшой тираж этой книги для распространения. Поэтому и сейчас она распространяется, в принципе, в двух издательствах, Выргород и Ридеро. Также эта книга распространяется через интернет. Я знаю, какие-то люди частным образом ее распространяют. Ну, таким образом. Ну, также часть творчества Василия Геральдовича, кроме его сайта центромания.com, который рекомендую всем регулярно смотреть. Также есть на ютуб-каналах, в частности, на моем канале есть какие-то клипы, которые я пытался сделать на песне Шумова. Короче, я всех призываю слушать группу «Центр». Это был Сергей Горцев, меломан, давний поклонник, популяризатор и коллекционер творчества группы «Центр», автор книги «Глядя в центр», историю рок-группы Василия Шумова. Большое спасибо Сергею Горцеву за участие в этом выпуске подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо. О творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в трамдепо собака gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова